Продолжение следует... Как вы знаете, самый лучший способ познакомиться с проповедником — это слышать его проповеди. Его проповедь определяет то, кем он является. И поэтому вы теперь хорошо его знаете. Мы попросили его остаться на еще один день. Как я уже говорил многим из вас, у пастора Тома есть большой опыт, многолетний опыт пастырства. И мы попросили его остаться на еще один день дополнительно, чтобы прочитать несколько лекций по экклезиологии и духовному руководству Церкви. И поэтому я приглашаю вас, Том, подойти к кафедре и служить нам сегодня. Спасибо большое, Брэд. И, братья, для меня это большая радость быть вместе с вами. После того, как вы столько слышали меня на протяжении этих двух с половиной дней, я удивлен, что вы снова собрались меня слушать. Мы называем это как бы желание, сильное желание к наказанию. То есть вы готовы сами еще раз испытывать наказание на себе. Но, независимо от этого, я рад, что вы собрались здесь вместе, и я с нетерпением жду вот этого времени, которое мы пройдем вместе. Если бы вы были пастором в церкви в городе Коринфе, с чего бы вы начали исправлять эту церковь? Церковь, в которой терпимо относились к инцесту. Где верующие судились друг с другом. А где вечерей Господней злоупотребляли. И где злоупотребляли применением духовных даров и возносили отдельных личностей. С чего бы вы начали? Наверное, не с того, с чего начал апостол Павел. Апостол Павел начал с единства. А, и то же самое верно в отношении послания Павла к Ефесянам. Первые три главы этого послания, как вы знаете, говорят о нашем положении во Христе. Есть одна заповедь, которая прослеживается во всех трех главах. А, и это заповедь во второй главе, которую нужно помнить. Другие, другие три главы, то есть четвертые по шестую послания Ефесянам, они полны различных заповедей. Потому что там он переходит к практическим вопросам применения или практики нашего положения. И он начинает этот практический раздел с четвертой главы первого стиха. Он говорит, ходите достойно вашего призвания. А, и с чего он начинает в практике? Снова с единства. И поэтому я решил, что для нас будет сегодня важным рассмотреть эти вопросы. Чем является единство и что не является таковым? Иногда единство понимают как нечто, что-то такое сентиментарное. а не как согласие в определенной истине. Но порой у нас бывает желание не созидать единство, разрушать единство. И бывает это в таких случаях, когда в этом нет никакой необходимости. И вы знаете, что такое единство, из личного опыта можете знать, что такое единство может выглядеть иногда очень некрасиво и иногда даже смешно. Несколько лет назад я прочитал историю о церкви в Уэльсе. Когда они искали нового пастора, то разгорелся конфликт. И вот как в новостях эта история была представлена. Вчера две оппозиционные группы обе отправили служителей на кафедру. И оба начали говорить одновременно. Каждый пытался перекричать другого. Многие призывали петь гимн. Каждый из них призывал петь гимн. И община одновременно пела два разных гимна. И каждая пыталась перекричать, то есть победить вторую сторону. И затем новости продолжают описание этой истории, что эти группы начали кричать друг на друга. Библии в гневе стали воздыматься вверх. Воскресное служение превратилось в бой. И во время этого эти два проповедника все еще старались перекричать друг друга своими проповедями. И в конце концов дьякон вызвал полицию. Полицейские зашли внутрь и начали кричать общине, чтобы те успокоились. Они посоветовали сорока людям из этой общины вернуться домой. Но два пастора остались и все еще спорили. И вот эта новостная статья в новостях заканчивается следующими словами. Вчера вечером одна из сторон призвала на встречу по примирению. Но эта встреча сорвалась из-за споров. К сожалению, подобные вещи происходят во многих церквях. Возможно, вы сами видели что-то похожее. Есть один такой случай, который все еще у меня хорошо в умеет. Когда я был подростком, и я был в баптистской церкви на встрече, деловой встрече, два взрослых человека стояли перед всей церковью и кричали друг на друга. Они кричали буквально друг на друга, лицом к лицу. Один из них был руководителем среди диаконов, а другой был мужем женщины, которая играла на пианино. Я уверен, что если бы еще тот спор продолжился пару минут, то они бы точно ударили друг друга. И очень важный вопрос, из-за которого они спорили, был вопрос, нужно ли ставить пианино на сцену. И вот такое несогласие, такие споры, они могут быть обычными. Но Новый Завет очень ясно говорит нам, что это неприемлемо для нашего Господа. Тема единства настолько важна, что Павел начинает применение, главы применения в послании евсянам именно с этой истины. А если вы посмотрите на евсянам 4 главу 1 стих, то вы увидите, с чего он начинает. Первый стих, первое предложение, по сути, является темой оставшегося послания. Это наивысшее повеление, которое стоит над всеми остальными, поступать достойно призвания. И оставшаяся часть этого послания раскрывает нам, как поступать достойно нашего звания. И самый первый способ, как мы можем поступать достойно нашего звания, это жить, находиться в единстве в церкви. Мы прочитаем 4 главу, стихи с 1 по 16. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому уже из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и нисходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых надело служение для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, полукавство человеков по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Голова Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии, в свою очередь, в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Тема этого абзаца очевидна, и ее видно как из повторяющихся слов, так и из самой структуры. Девять раз в этом абзаце встречается вопрос, тема единства или, говорите такие слова, одно, едины. А, и три раза встречается идея объединенного единого тела. А в третьем стихе тема единства очень ясно выражается. Здесь написано, старайся сохранять единство Духа в союзе мира. Это, как причастный оборот, причастный оборот, по крайней мере, в греческом языке. Третий. Это, можно сказать, центр всего абзаца. Стихи с первого, со второго, как бы, поставлены над ним. А стихи с четвертого по шестнадцатый исходят из него. Ну и давайте начнем с основного вопроса. Что такое единство? Греческое слово, которое обозначает единство, происходит от слова, обозначающего одно или один. И на самом простом, в самом простом смысле единство обозначает как бы быть одним. Ну и позвольте сказать, чем единство не является. Это не означает, что вся видимая церковь должна представлять из себя одну единую организацию, например, как русская православная церковь. Это не значит, что мы должны игнорировать важные доктринальные вопросы и создавать видимость того, что мы едины. Это не является разрешением игнорировать грех в церкви. Или это не означает, что мы теперь можем игнорировать какие-то доктринальные заблуждения либо одного какого-то человека, либо какой-то группы в церкви, либо группы церквей. Что же такое единство? Поскольку все христиане объединены Иисусу Христу, все члены церкви, невидимой церкви Христовой объединены друг с другом. Другими словами, у нас есть наследуемое единство со всеми истинными христианами. Можно это видеть в таких отрывках, как Иоанна 10 глава, когда наш Господь говорит, что Он соберет всех Своих овец в одно великое стадо. В Иоанна 17 главе в своей первосвященнической молитве Он молится, чтобы Его ученики истинные ученики были едины, как Он и Отец едины. И в этом отрывке в послании к Ефесянам Павел использует три иллюстрации, которые помогают показать это единство. В первой главе и в четвертой Он описывает это единство, сравнивая его с различными частями человеческого тела. Несмотря на то, что каждая часть, каждый орган вашего тела является отдельным органом, тем не менее, они собраны вместе в одно нераздельное цельное. Во второй главе Павел описывает это единство, используя иллюстрацию камней и храма. В стихах второй главы с 19 по 21 стихах. Иллюстрация такого великого здания, великого здания, которое созидают верующие. И каждый верующий является камнем, который и составляет это здание. И вместе мы являемся храмом Божиим. А также Он использует иллюстрацию во второй главе в 19 стихе и в четвертой главе в 6 стихе. Он говорит о членах семьи. А сейчас мы являемся членами Божьей семьи. И несмотря на то, что мы существуем каждый по отдельности, индивидуально, тем не менее, мы составляем одну семью. Поэтому между теми, кто является истинными христианами, есть уже то жизненное единство. Это то единство, которое появилось в момент спасения. А в тот момент мы были воссоединены со Христом и друг с другом. А и каков источник этого единства? Посмотрите снова на третий стих. Единство Духа. А Дух является основой, источником, причиной этого единства. Это то единство, которое производит Святой Дух. А посмотрите на 1 Коринфянам 12 главу. Вы увидите, как было создано это единство. 13 стих. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные, и все напоены одним Духом. Есть большой спор в отношении работы Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом Завете. Но вот не уходя в подробности, позвольте упомянуть некоторые различия. на мой взгляд, в Ветхом Завете был труд Святого Духа по возрождению и по освящению, или возрождение в освящении. Никто не может прийти к вере в истинного Бога без работы Святого Духа. И точно так же никакой человек не сможет возрастать и уподобляться Богу без освящающей работы Святого Духа. Поэтому было некое как бы пребывающее присутствие, то есть Дух пребывал над ними, неким образом Он присутствовал над ними. Но есть два очень важных отличия между работой Святого Духа в Ветхом Завете и в Новом Завете. В соответствии с учением нашего Господа в Горнице в Иоанна 14 и по 16 главах в пребывающем присутствии Святого Духа были определенные блага в Новом Завете, которых не было в Ветхом. Он говорит, теперь Дух будет в вас. А второе изменение в работе Святого Духа происходит вот здесь в 12 главе 1 Коринфянам. В Ветхом Завете не было крещения Святого Духа в тело Христа. Но в момент спасения это чудо труда Святого Духа произошло в нашей жизни. Христос глава, а мы присоединяемся к Нему как члены Его тела. Мы с вами никогда бы не смогли создать такого единства. И нам даже не повелено создавать такое единство. Дух Святой уже произвел это единство. И какова теперь наша ответственность? Посмотрите снова на 3 стих. 3 стих посланника Евсианам. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. По форме это является причастием в греческом тексте. Но по значению это императив или повеление. Мы могли бы перефразировать это ну в принципе в русском так и есть. Старайтесь сохранять как повеление. Вот это греческое слово, которое у нас переведено старайтесь встречается 11 раз в Новом Завете. И оно включает в себя идею неотложности, когда делаешь что-то срочно быстро. И также оно подразумевает идею важности. И также оно включает в себя идею усердия и старания, когда человек старается сделать что-то хорошо. А поэтому когда Павел говорит старайтесь, он говорит следующее. Он говорит делайте это сейчас, делайте это потому что это важно и делайте это упорно, усердно. И не важно что для этого нам нужно будет делать, мы должны быть усердны. заметьте, он говорит сохранять, старайтесь сохранять единство Духа, которое уже было произведено. Итак, мы должны сохранять это единство. Оставшаяся часть этого абзаца говорит нам как нужно это делать. В трех способах сохранять эту единство. В стихах со второго по шестнадцатый Павел говорит о трех способах, как мы можем сохранять это единство. Но позвольте братья немного остановиться и сказать вам кое-что. несколько моих проповедей, вот когда я приезжал сюда, у них было три пункта. Большинство из вас это знают, но я скажу для оставшихся. Единственная причина, почему у меня три пункта, потому что я делал синтаксический анализ и этот текст разбивается на три части. Это не потому, что я люблю проповеди из трех пунктов. Посмотрите вот на этих три инструмента или три средства. Первое средство для сохранения единства мы видим во втором и третьем стихах. стихах оденьтесь или оденьте на себя отношения единства или созидайте в себе отношения единства. А в стихах с четвертого по шестнадцатый смотрите на основу или да, на основу нашего единства. Это до шестого стихи с седьмого по шестнадцатый примите просто думаю какое слово лучше. Примите для себя план Христа или руководствуйтесь планом Христа для единства. В этом последнем разделе он говорит о том как должна функционировать церковь. Я знаю что вы посвящены вот этому третьему средству. В вашем обучении вы изучаете или будете изучать библейскую экклезиологию. Библейский образец служения. Вы понимаете и приняли то что мы видим в стихах седьмого по шестнадцатый что Христос дал одаренных людей церкви и это вы что вы можете снаряжать святых на дело служения церковь и когда святые совершают дело служения вся церковь объединяется. И поэтому я не переживаю о том что вы игнорируете вот это третье средство. сегодня я хочу посмотреть на два других на первые два инструмента или средства как сохранять единство. во первых для того чтобы сохранять единство созданное духом мы должны одеться в отношения единства. Есть особый вид отношений которые сохраняют и созидают единство. Там где есть такие отношения там будет единство. практически во всех случаях такое происходит но мы поговорим об исключениях. Там где нету таких отношений то там будут конфликты и не будет такого единства. Перед тем как мы будем говорить об этих важных качествах отношениях есть пара вопросов которые я бы хотел задать. Первый вопрос что является чаще всего причиной отсутствия единства в церкви? Я думаю что как только я задал этот вопрос у вас в голове несколько идей появилось сразу несогласия недопонимания гордость личные амбиции желание обладать властью грубость по отношению к людям личные какие-то ошибки преступления когда вы грешите против других людей нежелание смотреть на ошибки других и споры по не самым важным доктринальным расхождениям А есть ли какие-то законные основания для отсутствия единства Это второй вопрос на который нам необходимо дать ответ Есть ли какие-то действия которые ставят под угрозу единства но эти действия мы обязаны исполнять Библейский ответ Да Есть такие действия В некоторых в нескольких местах Нового Завета авторы говорят о двух причинах в двух причинах два случая когда это правильно ставить под угрозу единства А первое это обличение в нераскаянном грехе Я не знаю как у вас но в нашей церкви как только начинает применяться Матфея 18 глава сразу же есть определенное разрушение единства потому что согрешающий человек если он не хочет каяться в своем грехе он сразу переходит в оборонительное положение и он разрушает единство но наш Господь говорит в Матфея 18 главе что это то что должно происходить среди членов церкви даже если это ставит под угрозу под определенную угрозу единства церкви в первом Тимофея 5 главе нам сказано что это должно иметь что это должно происходить даже в отношении руководителей церкви несмотря на то что это может ставить под угрозу единства поэтому есть определенные законные основания чтобы ставить под угрозу единства есть вторая еще одна законная причина это исправление ложных неправильных доктрин посмотрите на послание иуды третий третий стих брат нашего господа пишет послание где он поднимает как раз этот вопрос третий стих возлюбленные имея все усердие писать вам об общем спасении я почел за нужное написать вам увещание подвизаться за веру однажды преданную святым ибо в халис некоторые люди издревле предназначены к всему осуждению нечестивые обращающие благодать бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки бога и господа нашего Иисуса Христа он говорит здесь что вы должны подвизаться за веру даже в отношении тех людей которые являются частью церкви ну и конечно это будет разрушать вот такое видимое зримое единство и я думаю что одна из самых наглядных иллюстраций этому это Галатам вторая глава это был самый темный день в истории церкви все кроме апостола Павла пошли на компромисс с Евангелием и Павел обличает Петра лицом к лицу публично братья но вот это единственные примеры исключений это значит что когда есть какие-то несогласия отсутствие единства и это единство не вследствие исправления ложного учения это единство или отсутствие этого единства не обусловлено обличением согрешающего брата то тогда отсутствие такого единства греховно и практически всегда а когда нет единства это будет из-за того что люди не показывают не проявляют тех качеств отношений которые описаны во втором стихе в четвертой главе павел здесь указывает на отсутствие единства в церкви но позвольте сказать что эти отношения эти качества должны быть в любых отношениях с людьми в нашей жизни и это верно в отношении вашего брака верно в отношении вашей семьи в отношении места работы в отношении церкви в одном стихе павел определяет те качества которые содействуют способствуют единству и там где есть эти качества там будет единство и где не будет этих качеств там не будет истинного единства посмотрите на второй стих со всяким смиренно мудрим и кротостью и долготерпением снисходя друг ко другу любовью основы эти фразы стоят в форме повелений императив здесь как будто бы Павел повелевает нам чтобы мы проявляли демонстрировали эти добродетели эти качества и здесь есть четыре качества которые сохраняют единство духа я думаю что вы помните когда вы были в школе на занятиях на уроках по научным предметам чашка петри вот у вас была чашка петри может быть чтобы изучать какие-то бактерии еще что-то ну и в зависимости от того что вы хотели чтобы выросло в земле да то есть нужно было менять окружающую среду иногда вот эта чашка петри внутри с чем-то вот она должна была быть на свету иногда в темноте и то же самое с церковью а если вы хотите чтобы в церкви возрастало единство чтобы оно процветало вы должны создать для этого правильную окружающую среду и правильная надлежащая окружающая среда она как раз и состоит из этих четырех качеств первое качество это смирение гордость является врагом единства в притчах 13.10 говорится что гордость сейчас в притче 13.10 здесь говорится от высокомерия происходит раздор и также конечно в третьем послании мы видим как гордость диатрефа разрушала единство церкви а поэтому неудивительно что павел желая сохранить единство начинает именно с этого как вы знаете смирение никем не рассматривалось как добродетель до нового завета греки полагали что вот эта концепция смирения является чем-то низким и откуда это появляется эта идея идет из идея смирения что оно является добродетель и оно проистекает из ветхого завета та же концепция происходит от еврейского слова низкий 270 раз оно встречается в септуагинте поэтому эта добродетель всегда была важной для Бога мы не будем сейчас смотреть на все эти ссылки но вы можете записать Исайя 57 15 и 66 2 вот то ветхозаветное слово обозначающее низкий как раз и привносит краску в слово которое Павел здесь упоминает для описания смирения и так что же это такое это не какое-то как бы самоистязание но вместо этого это правильное понимание того кем являешься ты и кем являются другие понимание себя и других когда в деяниях 20 главе Павел общается с пресфитерами Эфеса он говорит что он проявлял это качество и что же это за качество один из лексиконов говорит это значит иметь смиренное мнение о самом себе глубокое осознание собственной малости это полная противоположность высокой самооценки и гордости смиренное ам с ам ам Продолжение следует...